Киев, 10 мая, РИА Новости. Журналисты и сотрудник полиции пострадали в результате потасовки радикалов и сотрудников Национальной гвардии Украины, которая произошла возле дома депутата Верховной Рады Украины от оппозиционного блока. Совладельцы телеканала Интер Сергея Левочкина заявили в пресс-службе полиции Киевской области. Националисты пикетировали дом депутата. Правоохранители пытались помешать им близко подойти к территории, где расположен дом Левочкина, в результате чего началась потасовка. Между митингующими и работниками полиции произошли столкновения, в результате чего пострадали два человека, представитель средств массовой информации, который обратился с соответствующим заявлением в полицию, и правоохранитель, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на месте события работает следственная оперативная группа. Инцидент произошел в Конча-Заспе, историческом районе на юго-востоке Киева, по дороге к дому совладельца-интернационалисты, среди которых были замечены представители партии «Национальный корпус», созданный на базе батальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело, и национальных дружин, а также националистической партии «Свобода», «Жгли» и «Файры». Столкновения с силовиками начались после того, как радикалы попытались подойти ближе. Были применены слезоточивый газ и шумовые гранаты. Националисты перелезли через забор, сообщил журналист, ведущий трансляцию. На пути к дому националисты в балаклавах расклеивали листовки и разрисовывали стены якобы принадлежащего Левочкину здания. Ситуация вокруг канала «Интер» Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на канале «Интер». Ведущие напомнили, что от рук захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев. И нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве. Радикалы в ответ устроили пикет у офиса «Интера». Они требовали не пускать в эфир пропагандистский контент, но телеканал не снял концерт с эфира. Тогда националисты пообещали пикетировать дом Левочкина, которого считали заказчиком передачи. Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пообещал немедленно отреагировать на заявления ведущих праздников.